Друзья, всем привет! Мы находимся, как вы поняли, наверное, уже в Тольятти. Мы недавно приехали. Ну, буквально, наверное, часик, час назад, наверное, приехали. Я уже тут делом занята. Вот такой вот горох мама сварила. Его надо почистить. Я всего лишь две картошины почистила. Почистить и потом, наверное, обжарить, что ли, с лучком, или как, не знаю. Да. Родители сейчас уехали в магазин, поехали там за фаршем, в общем, за продуктами. А мы с Олегом здесь. Олег малину собирает. Лизок. Мы сегодня, кстати, приехали только с кошкой. Лиза уже здесь была. Ну, родители вперед нас уехали и с собой Лизу взяли. Вот. А мы сегодня с Мусяндрой приехали. Ой, погода у нас вообще не жаркая, не жаркая. Я думала, я взяла, я взяла купальник. Думала, буду загорать. Но последние денечки летние. Угу. Сейчас я вам покажу. Ну, вообще на улице, ну, вообще тепло на улице. Градус, наверное, 25. Ну, вот здесь вот чуть-чуть попрохладнее, чем в городе. Здесь ветер сильный. Ну, так, на градус, на пару градусов похолоднее, чем в самом Ториэте. Ну, солнышко, но ветер. Уже, ну, в принципе, наверное, загорать-то можно еще. Бассейна нету. Нету, все. Олег вон ходит. Где он? Где он ходит? Я взял. А, вон он. Сейчас переключу камеру. Насобирал? Он приехал и сразу же. Ну-ка, покажи. И сразу за малину. Вот. Мой яблочек. А, согласен. Здрасте, надо сказать. Вот. С приездом тебя. Ты меня в трусах снимаешь. Ну, ладно, это шорты. Вот ты бы не говорил, никто бы не заметил, что это трусы. Тут Олег уже пособирал клубничку. У мамы вот в этом году не очень клубника, но пособирал, поел. Вот тут вот еще и осталось. Не знаю, что он ее оставил. Дозревать, наверное, завтра будет. Собирать. И по малине пошел. Родители малину уже обрезали. Редненькая стала. Картошку чуть-чуть выкопали. Ну, так уже. Уже огород осенний. Мы сюда ехали из Самары на маршрутке. И уже лес такой стоит. Какой-то уже осенний. Да? Листья желтеют. Ну, уже все. Лето подошло к концу. Скоро 1 сентября, а это значит все. Это осень. Осень, грусть, тоска. Дети в школу. Уроки. В общем, ладно. Вот столько вот он насобирал. Минут за 15. В рот и сюда, да? Ну, а я буду сейчас горох чистить. Потом чуть позже включусь. Начистила картошечку. Поставила уже. Поставила, поставила сковородку. Что-то у меня уже тут все горит. Газ. Наверное, вот так вот пойдет. Короче, сейчас обжарю. Олег, сначала лук, наверное, лучше, да? А потом картошку закинуть. Обжарить. Да? Олег. На сковородке. Ну, там же не получится, да, такой сковородки столько, мам. Сотов, картофель. Ну, не всю. Дай сначала лучок, потом. Лучше сначала картошку. А потом лук? Да. Ты думаешь? Мам. А вы как думаете? Олег, говоришь, сначала картошку. Кидай все. Да все-то, нет? Сверху кидаешь, чтобы покрыло. Сейчас наготовим что-нибудь. Это у нас дедушка так любит. Жареную картошку ему подавали. Ну, сейчас приготовим. Жареную. Круглую. С лучком. Родители, все, хватит. Сейчас, наверное, ничего хватит. Ну, надо, чтобы она украшилась. Сейчас у тебя по кругу, потом... Потом доложим что-то? Потом это... Докладем. Вынишь. 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 Раскунешь. Это... А родители, наверное, сейчас, может быть, рыбку купят? Не знаю. Мама тут уже приготовила. Синенькие баклажанчики, баклажанчики. Надо еще майонезом с чесночком. Ну, все, давай, короче, пошла ты. А, Бога, ты? Картошечку. Олег говорит, я бы приготовила в казане. Ну, что столько картошки на целый казан? Его потом 3 часа мытят, отмывать казан. На четверг-то и сковородочке пойдет, правильно? Буду готовить. Мух вообще капец. Одни мухи летают. Деревня. Решила я помазать сверху. Эти, синенькие, чесночком. Сделала уже чесночок. Сейчас вместе с вами по-быстрому смажем их, помажем. Тири-тири. Чего вот я вот так вот делаю? Сейчас быстренько. Кстати, у нас, у нас чуть не потерялась Лиза наша. Бабушка мне сегодня говорит. Ну, мы приехали, рассказывает. Мы вчера ее чуть не потеряли. То есть мы ее потеряли. Она убежала, представляете? Убежала девка. Они ее до 11 часов ночи искали. Дедушка полтора часа ездил по поселку, ее искал. Так ее и не нашли. Убежала наша Лиза. Засранка такая. Потом сама пришла. Пришла вот ночью, поскреблась. В комнату пустили ее. И что самое интересное? Это хорошо, что она пришла. У нее течка. Вот она пошла гулять. Ей скучно стало, видимо, и пошла. Я не знаю, может быть, она кого-нибудь и нагуляла. Что не есть хорошо. Вообще очень нехорошо, если, конечно, от кого-то нагуляла. Здесь какой-то кобель. Дедушка говорит. Бегает маленький, рыжий. Я в шоке. Я надеюсь, ничего такого не будет. Потому что течка у нее только-только вот начинается. Начинается, началась. Надеюсь, нас пронесет. Это участь. Но нам не нужны щенки. Нам не нужно щенки. Тем более, она уже у нас не молодая, девчонка. Не надо нам. Не надо. Будем надеяться на лучшее. Что все-таки... Что все-таки ничего не случилось. Так, все, руки у меня грязные. Буду мыть. Картошечку надо. А, кстати, все, вот. Смазала. Быстро. Раз-раз и готово. Ой, сейчас в холодильник надо поставить. Родители долго нет. Ветер гуляет. Ой-ой-ой какой. Прям свистит, как зимой. Так, ну все. Подключаюсь. Мы проснулись. Время седьмой час. Что это у вас спали? Не знаю. Что ты спал? Спал я рядом с тобой. Легла тоже. Кстати, все спали. Родители даже спали. Так, что вот так. Да, Олег тут, видите, делами занимается. Холодно, кстати. Уже оделся. Я сейчас вышла. Блин, я так замерзла. Мылся. А-а-а. Родители он поливает. Мой дедушка без лейки, но с ведром. Блин, солнце все. Садится холодно прям. Ой-ой-ой. Здесь в тепло. Холодно. Да вообще как-то вот прямо-то. Сейчас оденемся. Оденемся сейчас. Ой. Да. Что-то дедушка без лейки с ведром-то. Угу. Шашлычок у нас готов. Сейчас будем ужинать. Посмотрим, что там дедушка делает. Что там дедушка делает? Дедушка за кем-то наблюдает. Самолеты смотрят. Самолеты. У нас 10 часов. 5 минут 11. Мы уже спать хотим. Олег уже ушел. Телевизор смотрит. Родители тоже там телевизор смотрят. Ой, я умылась. В общем, надо идти спать. Спать хочется. Хотя мы днем-то спали. Но все равно что-то как-то в сон клонит. Ну, потому что мы с Олегом сегодня проснулись рано. Поэтому спать хочется. Что у нас здесь? Хлеб у нас еще пока не готов. Здесь так прям пахнет вкусненько. Прям вообще вкусно пахнет. Сейчас я попробую, знаете, как показать. Не знаю, вообще там что-то видно, не видно. Фонарик тут такой у нас. Ой. Видно? В общем, там он еще беленький. В процессе. В процессе. Все в процессе. Ну, пахнет вкусно. Мама уже пекла не один раз. А сама хлеб. Ну, в хлебопечке. Получается вкусно. Мы просто сегодня сели ужинать. Они купили хлеб. Ну, обычный хлеб купили в магазине. Он прям в середине не пропекся. И такой, знаете, липкий, вонючий. Короче, вообще. На выброс хлеб. Вот я нас раз так, раз-раз-раз. Закидала, закидала. Ну, чтобы завтра был уже свой вкусный домашний хлеб. Так что вот так. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за просмотры. А мы спать. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.